Тумсо, как ты относишься к тому, что главой Чечни, в которой ты будешь жить, будет не мусульманин или это сложный вопрос, сложный момент? Интересные вы, конечно, горцы. Все такие независимые, Чечения, Ичкерия и так далее. А чуть что происходит, кричите «Милашина! Новая газета! Дождь! Спасите нас! Придайте нашей проблеме огласку!» Салам алейкум, Тумсо. В России народная статья – это наркотики. Человек может курить для себя, но его могут пустить для результата, подкинув ему. Имеет ли такое быть в Швеции, либо в Польше? Салам алейкум ассалам. Тумсо, это еще один пример, когда братуешься с Кадыровым, называешь его старшим братом, принимаешь подарки и в итоге ты проект UFC. Чемаев, как проиграет, сразу отправится в черный ящик к Руслану Чапаеву и так далее. Кстати, говоря по поводу Чемаева, просто обратите внимание, что с ним произошло. Это тоже назидание для многих, для многих людей, которые сначала смотрели с одобрением, потом с осуждением, но с оправданием. И вот посмотрите в итоге, к чему это все пришло. Начиналось все с таких смущенных каких-то эфиров, где было видно, что как-то не совсем комфортно ему даже во всем этом участвовать. А в конечном итоге борьба с Кадыровым, бокс с Кадыровым, респекты в сторону Кадыровой и так далее. Это тот момент, когда, знаете, нельзя чуть-чуть испачкаться. Так не получится. С этими людьми так не получится. Если кто-то думает, что вы сможете с ними играть, что вы сможете держать их на расстоянии, немножко так с ними иметь отношение, чтобы они там не создавали проблем вашим родственникам. Ведь мы все, у нас у всех есть родственники дома, никто не хочет создавать им проблемы. И поэтому мы себе вот это вот, себе это место оставляем. И сами себя оправдываем за это. И нас готовы оправдать за это. И вот когда ты думаешь, что ты с ними сможешь выстроить это расстояние, чуть-чуть с ними играть, подкармливать, так скажем, немножко их, и они будут этим довольствоваться, это очень-очень наивная мысль. Если кто-то думает, что в этой ситуации вы будете тем, кто будет выстраивать вот это вот расстояние, что вы сможете это контролировать, что там будут играть по вашим правилам, ну вы очень наивные. Это крайне глупо. Там как раз та ситуация, когда ты просто палец как бы, да, и там по локоть сразу же тебя заглотят, еще тебя подтянут. И это вот хороший пример для тех, кто в дальнейшем может быть решит, что он сможет держать их как-то на расстоянии. Вот посмотрите на то, что стало с Памзаном Чимаем, к чему он в итоге пришел. Интересные вы, конечно, горцы. Все такие независимые, Чеченья, Ичкерия и так далее. А чуть что происходит, кричите, Милашина, Новая газета, Дождь, спасите нас, предайте нашей проблеме огласку. Я смотрю, вам очень не нравится то, что мы о своих проблемах говорим, заявляем, в том числе и посредством различных журналистов, газет и так далее. Я вижу, что вам это очень не нравится. Вам бы, наверное, хотелось, чтобы мы были другими горцами. Чтобы мы были горцами, с которыми что угодно можно делать, а они не будут об этом говорить, будут молчать, как у нас есть некоторые товарищи, которые говорят, что не нужно выносить ссор из избы. Вот это мазохисты, знаете, когда тебя убивают, угнетают, и они такие, да, давайте, мочите нас, но мы ссор из избы не вынесем. Наверное, вам хотелось, чтобы мы были такими, но, увы, мы такими не будем. Мы как раз таки будем говорить о том, что у нас происходит. Пусть весь мир знает о тех чудовищных преступлениях, которые сегодня происходят в Чечне, творятся они российской властью, и не нужно нам рассказывать о том, что это типа наши какие-то внутричеченские разборки с Кадыровым. Нет, дорогие друзья, вот когда вы уйдете с нашей территории, вот тогда это будут наши внутричеченские разборки с Кадыровым, с кем угодно. Да, вот тогда мы сами разберемся. А пока Кадыров является вашим чиновником на нашей земле, это разборки чеченцев с российской властью, и мы о ней будем говорить. И посредством Милашиной, и Новой газеты, и посредством Дождя, и посредством Ютуба, и посредством Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Евроньюз, и всех других ресурсов, которые у нас есть, и которым у нас будет доступ. Тумсо, как ты относишься к тому, что главой Чечни, в которой ты будешь жить, будет не чеченец, дагестанец, ингуш, русский? Не чеченец, а дагестанец, давайте вам сказать, да? Или ингуш, или русский. Никаких проблем, главное, чтобы это был гражданин моей страны, моего государства. Это самое главное. Он может быть чеченцем, ингушом, кумыком, аварцем, русским, кем угодно. Но если он гражданин моего государства, он имеет право на то, чтобы быть руководителем, занимать высшую должность в этой стране. Но вот я против того, чтобы президентом в моем государстве был гражданин другого государства, или даже гражданин моего государства, на которого мне будет назначать другое государство. Вот этого я не хочу. Я хочу, чтобы президентом в моей стране был тот, кого мы изберем, кого мы поставим над собой, а не тот, кого нам назначат откуда-нибудь из Кремля или еще откуда-нибудь. Томсо, как ты относишься к тому, что главой Чечни, в которой ты будешь жить, будет не мусульманин? Или это сложный вопрос, сложный момент? Нет, если мы говорим о суверенной стране, о Чеченской республике Ичкерия, то в этой стране не может быть президентом не мусульманин. Это, в принципе, невозможно. А почему невозможно? Или не мусульмане не будут гражданами Ичкерии, или у не мусульман будут ограничения с участием в выборах. Потому что Чеченская республика Ичкерия это мусульманское государство. И в нашем государстве, в государстве мусульман, которое будет построено в соответствии с законами нашей религии, точнее, имеет уже законы, которые не могут противоречить нашей религии. А в нашей религии нами не может руководить человек, не мусульманин. Соответственно, в нашей стране не может быть высшим должностным лицом не мусульманин. Это как бы ограничение, которое вел Всевышний Аллах. Поэтому в нашей стране не мусульманин стать президентом не сможет. Миша Аллах. Потому что почему-то относишься скептически к единому кавказскому государству. Я не отношусь скептически, я просто пытаюсь быть реалистом и понимаю, что сегодня какое единое кавказское государство, о чем вы говорите. Я бы был рад этому. Я очень был бы рад, если бы мы не то, что там в едином государстве, хотя бы в каком-то союзе независимых государств, если бы мы были даже вне союза, если бы мы, не имея никакого союза, но были бы разными независимыми государствами Кавказа, даже в этом случае я был бы очень рад. Я не против этого, я за. Но сегодня это просто нереально. Потому что двигателем любой идеи является народ, носитель этой идеи. Когда в народе нет этой идеи, то какой смысл сейчас говорить о подобном? Нам бы сейчас хотя бы тот народ, в котором эта идея есть, который уже показал, что эта идея жива, она есть и пролил очень много крови ради этой идеи, нам бы сейчас хотя бы в рамках этого народа вернуть то, что было завоевано, хотя бы вот так освободить часть этой территории Кавказа, а дальше там уже огромная работа, разъяснительная и так далее, которая должна идти в целом, конечно, в Кавказ. Но так в целом говорить, что я скептически отношусь к этому, звучит так, как будто бы я против этого. Конечно, нет, я за это. Но это нереально сегодня. Тумсо, почему ты не просишь убежища в мусульманских странах? Эмираты, Катар, Турция. С одной стороны, эти вопросы как бы 500 раз оговорены, но они меня радуют с той точки зрения, что я понимаю, человек, который его задает, он пришел к нам, он новый зритель. Это уже хорошо, потому что будь он нашим постоянным старым зрителем, он бы знал ответ на этот вопрос. Раз он его задает, значит, он новый зритель. А новый зритель – это хорошо, значит, мы покоряем новой аудитории. Дорогой друг, я не прошу убежища в этих странах, потому что, к сожалению, эти страны не являются сегодня убежищем для уметаемых мусульман и немусульман в этом мире. Мы не в восторге от этих стран, и нам за них стыдно. Но, к сожалению, такова реальность. И если вдруг ты, мой новый зритель, думаешь, что я как-то горжусь этими странами, или разделяю их политику, люблю их руководство, то ты ошибаешься, это не так. Мы как раз-таки, наверное, одни из самых главных критиков этих режимов, которые установились в этих странах. И они являются сегодня позором для нашей умы. Так что ни в коем случае не оправдываем. Ищу я защиту и убежище как раз в тех странах, где я могу на нее рассчитывать, где у меня больше шансов на то, чтобы ее получить и не быть выданным на растерзание России. Поэтому я прошу убежище в этих странах. И в этом вопросе у меня есть пример для подражания. У меня есть путешественники, которые 1400 с лишним лет назад сделали то же самое. Они из Мекки отправились в Эфиопию для того, чтобы там найти убежище. Разве тебе не противно европейское толерастие, если ты там ищешь защиту ЕС от соплеменников? Мне вообще не противно европейское толерастие. Абсолютно никогда и не была. Я, конечно, не знаю, что ты под этим имеешь в виду. Если ты говоришь про толерантность, то нет, она мне не противна. Томсуа, почему Саддам? Чем ты положен Саддаму посоветовать? Я надеюсь, что я ничем на него не похож. Я не Саддам. Я Абу Саддам. Это отец Саддама, значит. На арабском языке. Томсуа, почему ты сына не назвал чеченским именем? Алхаст, Бойсхар, Хамзат и так далее. Я сейчас открою для тебя новую информацию, для тебя будут новые вводные. Но Хамзат это не чеченское тоже имя. Это арабское имя Хамза. Так звали дядю посланника Аллаха, мир ему, славяне Аллаха. И да будет Всевышний Аллах доволен его дядей Хамзой. Так что это не чеченское имя. Что касается, почему я не называл чеченским именем? По-моему, ответ лежит прямо на поверхности. Это тоже, кстати, для тебя алгоритм. Я тоже, видите, у Кадырова учусь. Показываю вам пример, как нужно мыслить. Ответ лежит на поверхности. Потому что не захотел. Как все просто. Просто не захотел. Я захотел дать такое имя. И вуаля. Не нужно так сложно мыслить. На самом деле все очень легко. Мы в большинстве вещей в этой жизни, они легкие. Бывают сложные моменты. Это вот как, например, какие-то глубокие выступления Кадырова. Вот это вот сложный момент. А так в целом в жизни, в большинстве своем все очень просто. Тумсу, а ты знаешь, что чеченское имя Джоуфер дают как мальчикам, так и девушкам. Например, как английское имя Маккензи. Да, я знаю. У нас есть целый ряд таких имен. Чеченских, которые даются и мужчине, и женщине. Как, например, имя Таус, имя Хоза. Ну и еще несколько таких имен. Допускаешь ты вариант мирного и благополучного развития Чеченской Республики в составе РФ с представлением ей совместно разработанных автономных прав после падения путинского режима. Давайте вот эти вопросы допускаешь и желаешь. Разделим их. Желаю ли я этого? Нет, я этого не желаю. Мой народ этого не желает. Мы хотим разойтись полностью разойтись и потом как-то находить точки соприкосновения в рамках двух суверенных государств. А вот все, что помимо этого, это то, что будет нас не устраивать. То есть, что бы мы ни придумали помимо этого, все равно мы будем стремиться вот к этому. Но при этом все остальные, допустим, моменты, если вы скажете, но было бы лучше, если бы был в составе России, но там был бы какой-нибудь адекватный человек. Если бы в России была бы адекватная власть, и там была бы адекватная власть, это было бы лучше, чем то, что сегодня. Да, конечно, положение людей было бы лучше, но это не то, к чему мы стремимся. Стремимся мы вот к тому, что я сказал. К суверенитету. А все остальное, это то, что нас не удовлетворит. Тумсо, почему ты не любишь Турцию? Ведь они помогали чеченцам во время войны. Как Турция помогала, так вам никто не помог и не поможет. Аслан Абдулаев, а каких моих слов ты решил, что я не люблю Турцию? Я люблю Турцию. Как раз таки я ее люблю. У меня могут быть какие-то критические взгляды в отношении каких-то политических лидеров или их каких-то действий. Но это не значит, что у меня какое-то плохое отношение к Турции. Да и даже к политическим лидерам страны сегодня действующим я не высказывался никогда как-то так, чтобы ты мог подумать, что я не люблю Турцию. Какие-то конкретные моменты, которые Эрдоган делает, они, конечно, нас огорчают. Но в целом нельзя не признать, что он является скорее позитивным политиком и для Турции, и в целом для мусульманской уммы сегодня, чем негативным. При этом, да, у него, конечно, есть какие-то моменты, которые мы не приемлем, и они нас, как я сказал, очень огорчают. Как, например, его заигрывание с Путиным, где-то даже заступание за Путина, и такие моменты. Конечно, нам это неприятно, обидно, но при этом не отмечать, что он является скорее позитивным человеком в истории мы не можем. Так что Турцию мы не любим. Потом что, ты против коллективной ответственности, но в то же время проклинаешь потомство Кадырова, родители не выбирают же? Нет, я против коллективной ответственности. Когда я говорю что-то о потомстве Кадырова, я подразумеваю, есть Кадыров старший, есть младший, и есть уже еще младшие, которые уже тоже в теме, тоже подпадают под то, что мы говорим. Поэтому, если я когда-то говорю о потомстве, я имею в виду вот этих товарищей, а не тех, кто там непричастен. Имейте это в виду, если я где-то что-то сказал, и вы подумали, что я имел в виду каких-то новорожденных детей Кадырова, то нет, конечно, ни в коем случае к ним это не относится. И если где-то я даже подобным образом оговорился, то это лишь моя оговорка, у меня нет вот этих вот убеждений коллективной ответственности, возлагания какой-то вины на детей и так далее. Я, иншаллах, чисто от подобных убеждений. Салам алейкум, в России. Народная статья это наркотики. Человек может курить для себя, но его могут пустить для результата, подкинув ему. Имеет ли такое быть в Швеции, либо в Польше? Валейкум ассалям. Я, конечно, не авторитетный эксперт по вопросам криминальных тем в странах Европы. Не связывался, поэтому не знаю. Но я думаю, что здесь подобных тем в принципе нет, чтобы тебе что-то подкидывали. Полицейские именно. Даже и на уровне каких-то слухов здесь подобное я не встречал. Но в Швеции те, кто здесь живут уже давно, рассказывали о том, что здесь есть другая практика, когда тебя подставляют не полиция, не власть, а люди. И больше всего этим пользуются, говорят девушки. Тебе могут просто, например, на дороге проголосовать, остановить. Ну, стоит девушка, голосует. И вот если ты останавливаешься и подвозишь ее, она потом пишет на тебя заявление, что ты, значит, ее изнасиловал, насильственные действия какие-то там произвел. И человека моментально арестовывают. И вот очень сложно потом, говорят, доказать, что этого не было, что ты невиновен. А девушка при этом, как жертва насилия, она сразу же попадает в эту категорию людей, которые имеют право на компенсацию и получают за это деньги от государства. То есть, вот таким образом, говорят, недобросовестные некоторые люди здесь в Швеции пользуются этой лазейкой для того, чтобы заработать денег. Но об этом мне как бы рассказывали те, кто живут здесь уже давно. И поэтому здесь никогда не подвозят ни девушек, ни мужчин, никто, никого, короче, не подвозят. Такой момент есть. Но это недобросовестные как бы обычные люди, это не власть, не полиция. Со стороны полиции, чтобы тебе что-то, кому-то подкинули, я даже на уровне слухов не слышал ничего подобного. Не то, что в Швеции, вообще ни в одной стране Европы я подобное не слышал. И чтобы там можно было заплатить взятку полицейскому, это тоже вообще, даже на уровне слухов такого здесь нет. Субтитры создавал DimaTorzok